Напомню кратко, как этот график устроен. Есть фаза деполяризации, когда клетка активируется. Вот это вот ровное ложе, это когда наша клеточка никуда не бежит. Тут она почему-то бежит спинной вперед, я не знаю, почему она так-то рисовала, но она вообще-то должна бежать в другую сторону, разумеется. Неважно. Итак, тут клетка лежит, это потенциал покоя. Если мы клетку пнули натрием достаточно, чтобы заряд поднялся до вот этой точки, до этого преломного момента, до порогового потенциала, в клетку на невероятной скорости заваливается натрий, фигак, деполяризация, потенциал действия начался. В какой-то момент довольно быстро натриевые каналы закрываются, и вместо них открываются калиевые каналы. А калия больше внутри, напоминаю вам. Калий любит свободу, он ненавидит сидеть внутри клетки. Он вылетает из клетки на невероятной скорости, и график двигается вниз. Вот это основная суть, краткое содержание предыдущей лекции. Как за 30 секунд объяснить все то, что мы с вами проходили полтора часа. Если вы забыли какие-то подробности из тех, что мы сегодня с вами обсуждали в летучке, и так далее, пожалуйста, пересмотрите запись прошлой лекции. Она очень важна, и очень вам будет просто и в 11 классе, и на Олимпиадках, и на всем таком встречаться, потому что, ну блин, вообще-то это классно понимать, как работает клетка и с точки зрения нейробиологии, и с точки зрения цитологии. Тут как бы два в одном все сошлось. Давайте посмотрим, каким образом вот этот вот прекрасный график потенциала действия выливается в поведение нервной клетки. Понятно, что потенциал действия – это такая волна, которая бежит к кончику аксона, и там будет дальше выделяться медиатор. Вот где-то вот тут вот вместо выхода аксона из клетки возникает этот самый график, и вот он радостно бежит к кончику аксона, ну в данном случае к двум кончикам аксона, и там будет выделяться медиатор. Но тут нужно обязательно держать в голове ключевой нюанс для всей этой самой истории. Да, нервные клетки отвечают за обработку информации. Да, нервные клетки – это нейробиология. Да, нервные клетки, вот как тут написано в заголовке слайда, будут отвечать за запоминание информации, мы это с вами сегодня обсудим. Но в первую очередь нервные клетки – это клетки, которые живут своей обычной нормальной жизнью. Внутри нервных клеток обязательно были, есть и будут все те органеллы, которые вы проходили на лекциях по цитологии. Да, обязательно они тут будут. Ядро все-все-все-все-все возможные органеллы, без них никуда. И вся эта система внутри клетки живет своей активной жизнью. Все гены, которые находятся в нервных клетках, они отвечают за синтез определенных белков. Какие-то из них – это мембранные белки. Например, мембранные белки, отвечающие за тот самый потенциал покоя и за тот самый потенциал действия. Кто-нибудь помнит, что за белки отвечают за потенциал покоя? Ну, натри-калевая тайфаза, если так. И? Да. И каналы утечки. Да, и каналы утечки. Супер. А за потенциал действия? H и N ворота. Ну, H и N ворота – это часть одного белка. Да, три-потенциал зависимого канала. А какой еще у нас есть потенциал зависимый канал? Некалевый. Калевый, абсолютно верно. Натриевый – это деполяризация, калевый – это реполяризация. Класс, здорово. Ну, еще нам нужно гигантское количество других белков. Это те белки, которые будут, собственно, медиатор, который будет дальше в синапсе, вот тут вот выделяться во вторую клетку, который, это те белки, которые просинтезируют этот медиатор, доставят его вот сюда, кончик у аксона, по специальным клеточным транспортным системам. Это большой, сложный процесс. И, собственно, вот эта доставка, то, что называется визикулярным транспортом, это отдельная, безумно сложная задача. Ведь, как бы, если медиатор – это какая-то крупная молекула, бывают совсем маленькие медиаторы, например, молекула АПФ, в некоторых ситуациях может служить медиатором, или какой-нибудь оксид азота в некоторых ситуациях может служить медиатором. Но все-таки большинство медиаторов – это такие довольно крупные молекулы. И синтезироваться они будут где-нибудь вот тут, вот в теле нейрона. И доставить их к кончику аксона, вообще, это может быть довольно сложной задачей. Если вы какой-нибудь, ну, знаю, хит, и вам нужно от копчиковых позвонков отправить сигнал куда-нибудь к власти, – ну, это 10 метров. И вот у вас, как бы, 10 метров должен… На протяжении 10 метров должна осуществляться вот эта самая доставка мембранных пузырьков. Это отдельный сложный процесс. Давайте посмотрим, как этот процесс работает, а потом разберем его во всех классных детальках. Вот, смотрите. The human brain, one of our most complex organs, allows us to move, feel, think, and learn. Inside the brain, a dynamic network formed by billions of nerve cells processes information via electrical signals. Each neuron receives information from thousands of other neurons via multiple processes, called dendrites, and transmits information via a single axon. At specialized contact sites called synapses, electrical signals trigger the regulated release of neurotransmitters stored in synaptic vesicles. These chemical messengers bind and activate post-synaptic receptors, initiating a new electrical signal in the next cell. But how does a pre-synaptic cargo, for example, made in the cell body, end up at the right place within the cell? For this, neurons use active transport to sort specific synaptic proteins between the axon and dendrites. The microtubule cytoskeleton is important for this polarized cargo transport since it provides the roads for molecular motors. Microtubules built up from tubulin subunits are dynamic structures, with a fast-growing and shrinking plus end, and a more stable minus end. They have a unique organization in neurons. In the axon, microtubules have a uniform plus-end-out orientation, whereas in dendrites, their polarity is mixed. Two types of motor protein, kinesins and dynein, transport cargoes along microtubules. Adaptor proteins help to couple the correct cargo with the right motor protein. Kinesin and dynein move in opposite directions. Dynein moves towards the minus end, whereas most kinesins move towards the plus end. Therefore, the orientation of the microtubules helps to direct polarized transport. But many more levels of regulation exist to ensure proper sorting of cargos. Various modifications of microtubules provide additional cues for motor proteins. Kinesins themselves are regulated by auto-inhibition to prevent unnecessary activity. Attachment to a cargo or modifications of the motor protein releases auto-inhibition and activates the kinesin. Multiple motor proteins can be attached to the same cargo, causing bi-directional movement. Inactivation or loss of a motor protein will cause the opposing motors to take the lead. Finally, reaching the right destination, the cargo is delivered, and in this case, released at the presynapse. Misregulation of neuronal trafficking caused by defects in the cytoskeleton organization, motor proteins or regulators could all lead to abnormal neuronal transport, consequently resulting in synaptic dysfunction, neurodegeneration, and eventually brain diseases. Understanding the basic mechanisms of neuronal transport will ultimately help to understand and treat these neuronal diseases. ...the problem in the same way. ...we don't have to pay attention to any other information. But all the rest of this was shown completely grandiose. Dramatic, beautiful, 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 incredible, which I love. А, но нам с вами интереснее всего в нем, каким образом происходит нормальная жизнь детки, связанная с тем, что действительно есть гигантское количество микротрубочек, которые находятся прямо внутри аксона, и действительно есть транспортные белки, которые по этим микротрубочкам шастают. Как работает этот процесс? Давайте с вами немножечко вспомним цитологию, для того, чтобы вам было легче все это держать в голове. Итак, микротрубочки. Это совершенно прекрасные клеточные органеллы, которые есть более-менее в любых клетках нашего тела, не только в нервных. Просто в нервных они как-то особенно длинны, из-за сумасшедшей длины некоторых аксонов. И состоят эти самые микротрубочки из димеров альфа и бета-табулина. Табулины – это маленькие глобулярные белки. Вот шарик, например, бета-табулина, а вот она глобула альфа-табулина. Два глобулярных белочка, которые вот таким вот образом состыкуются друг с другом. И дальше они попарно, вот таким вот образом, вот парочка альфа и бета-табулина, берут и подстраиваются вот сюда вертикально, формируя микротрубочку. Вот так вот подстраиваются по кругу, как бы по спирали. При этом в одном витке спирали примерно 13 будет этих самых димеров альфа-бета-табулина. Таким образом, микротрубочка умеет собираться, все время увеличивая свою длину на одном из концов. И вот это удивительная ее особенность, очень важная для нейробиологии в том числе. На одном конце микротрубочка умеет собираться, и этот конец называется плюс-концом, а на другом микротрубочка собираться не умеет, но зато время от времени разваливается, но просто потому, что все время от времени разваливается. Это, соответственно, минус конец микротрубочки. Как вы думаете, если мы посмотрим на нейрон ближе к ядру и ближе к аксону, к кончику аксона, к аксональной терминале, где там будет плюс, где минус, конец? Ну, у ядра минус, конец, а в аксоне плюс. Да, абсолютно верно, потому что мы растем вон туда, к кончику аксона. Каким образом микротрубочка вообще умеет собираться на плюс-конце? Что дело, конечно, в энергии. Дело в том, что бета-табулин существует в клетке в двух формах. Есть бета-табулин, связанный с гуаназин-3-фосфатом. ГТФ – это примерно как АТФ, только там вместо аденин – гуанин. Да, гуаназин-3-фосфат. Тоже такая клеточная энергетическая валюта. И если бета-табулин связан с ГТФ, вот как вот в этой вот правой иллюстрации, да, вот он, ГТФ, связан с бета-табулином, то ю-ху, у нас есть энергия на то, чтобы собираться. Разумеется, после того, как мы уже собрались, ГТФ потихонечку разваливается и превращается в гуаназин-дифосфат. Да, вот в эту вот штуку. Все, тут уже энергии мало. На сборку и на удержание структуры не хватит. И поэтому плюс-конец содержит в себе вот этот самый ГТФ-кэп, шапочку из ГТФ, из бета-табулинок, связанных с ГТФ. И поэтому тут мы собираемся. А в минус-конце никаких ГТФ-ок уже нет. Там обычные скучные дифосфаты с минимальным количеством энергии. С два раза меньшим количеством энергии, чем было в ГТФ. Вот такая получается штука. Вот в этом вот разница между плюс-концом и минус-концом. Отдельно нам эта разница важна еще и потому, что разные транспортные белки, как вы видели только что на реконструкции, они умеют ходить в определенных направлениях. Есть белки, которые тащат визикулы с медиатором к плюс-концу, а есть белки, которые тащат все это дело в обратную сторону. И они ориентируются на расположение, на вот это вот чередование бета- и альфа-табулина. Если они идут в сторону плюс-конца, то они начинают с альфа-табулина, дальше переходят к бета-табулину с гоназин-дифосфатом и двигаются в этом направлении, пока, собственно, не дойдут до бета-табулина с трифосфатом. И на этом их работа будет заканчиваться. И там они будут заменяться на белок, двигающийся в противоположном направлении. Что это за моторные белочки? Ну, это кинезины, которые идут вот как раз в описанном направлении к кончику аксона. А отработанную визикулу, ту, из которой мы уже выделили медиатор, и надо просто ее забрать обратно для будущего пополнения, ее будут двигать уже динеины. Они будут идти, ориентируясь на всю вот эту геометрию, к минус-концу. Вот сюда, вот в обратную сторону. Контакт. Класс. Выглядит это, если немножко уменьшить масштаб, примерно следующим образом. Вот у нас есть, если у нас есть какой-нибудь белковый медиатор, ну, например, какой-нибудь, не знаю, визопресин или окситоцин, то вот он синтезируется на гранулярной эндоплазматической сети. Дальше он модифицируется в аппарате Гольджи. Все, как вы проходили на цитологии, да, тут как бы все одно и то же. Модификация, сортировка белков – это всегда аппарат Гольджи. А дальше оттуда отпочковывается визикулу с медиатором, ловится кинезином и по микротрубочке двигается в плюс-концу. Это так называемый антероградный транспорт. Выделяем медиатор. Ну, не сразу, разумеется, а мы тут накапливаемся и ждем в синапсе, когда придет потенциал действия. Потенциал действия пришел, выделили медиатор. И уже пустую визикулу забираем обратно, двигаемся в обратном направлении с помощью динаина. Это так называемый ретроградный транспорт. Ретро – это возврат в прошлом, да, возврат в изначальное состояние. И вот он, ретроградный транспорт, завязанный на динаине. Вот такая, получается, нехитрая конструкция, двигающаяся внутри аксона. Вот на этой иллюстрации Ксюша Сайфулина нерисованная. Она, между прочим, тоже выпускница Инта. Так что вполне себе близкий к нам по духу человек. Вот это она нарисовала. Совершенно прекрасная иллюстрация того, как кинезин радостно топает к плюс-концу микротрубочки и тащит на себе визикулу с медиатором. Вот такая вот штука. Вот так вот действительно это примерно выглядит, если посмотреть на это еще покрупнее. А если посмотреть на это не на рисунках, не на каких-то сложных иллюстрациях, а на реальном видео, то, в общем, это будет так. Вот немножко ускоренное видео, на которых микротрубочки и моторные белки покрашены синим тюресцентным белком. И вот эти самые визикулы радостно бегают по микротрубочкам в сторону плюс-концов и в сторону минус-концов. Вот так вот, соответственно, будет выглядеть под вполне себе реальным уже световым микроскопом. Вот такая история. Итак, добежали мы до кончика аксона и ждем там в припасенном виде. Сидим, 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 сидим около кончика аксона и ждем, когда же нам наконец-то можно будет слиться с прессинаптической мембраной для того, чтобы выделить медиатор в синаптическую щель. А произойдет это, естественно, в тот момент, когда придет потенциал действия. А теперь представьте себе, что медиатор, он вообще-то как бы не один. Разных медиаторов много десятков типов. Некоторые из них мы с вами в ходе этого курса уже обсуждали. У нас были лекции по дофамин. У нас были лекции по серотонин. Мы время от времени упоминали там какой-нибудь адреналин и норадреналин. Конечно же, мы с вами упоминали глутамат, гамк и всякое такое. Но это маленькая-маленькая-маленькая-маленькая часть, на самом деле. Это, может быть, такие самые интересные, самые важные, самые распространенные медиаторы. Но кроме них существует еще тьма-тьмущая. Гигантская-гигантская-гигантская тонна разных медиаторов. И тут нейробиологи мучаются, страдают. Ну, потому что представьте себе, что каждая клетка может выделять черт знает что, как в этом разобраться. Но им на помощь приходит вот этот чудесный дядечка по фамилии Дейл, который придумывает принцип, который... Придумывает, не то чтобы он его из головы придумал. Он посмотрел на реальные нервные клетки и вывел этот принцип. И этот принцип облегчает нам с вами жизнь просто как ничто другое. Принцип Дейла гласит, один нейрон умеет выделять только один тип нейромедиаторов. Согласитесь, это просто счастье. Потому что если бы каждый нейрон мог выделять несколько десятков разных медиаторов, мы бы с вами умерли, разбираясь бы во всей этой самой нейробиологии и пытаясь запомнить все эти нейронные цепочки, которые мы с вами прорисовывали на всех предыдущих лекциях. Но оказалось, что все довольно просто. Красота. Ученые счастливы. Беда в том, что принцип Дейла в такой формировке не работает. К сожалению, бывают нейроны, которые умеют выделять не один тип медиатора, а больше их количества. Окей. Давайте уточнять принцип Дейла для того, чтобы все-таки как-то ну совсем уже от такой красивой простоты не отказываться, но сделать так, чтобы он был немножко приближен к реальности. один синапс, один медиатор. То есть аксон, он у нейрона всегда один, но он может ветвиться на кончике на несколько частей, образуя несколько синапсов. Ну вот как бы из одной аксональной терминали в один синапс может выделяться это уж точно один тип медиатора. Это, конечно, не один нейрон, один медиатор, это немножко похитрее, но все-таки как бы смотря на единую структуру, на единый синапс, мы можем говорить о том, что там будет один медиатор. Ученые радуются какое-то время, а потом снова расстраиваются, потому что даже в таком уточненном виде, к сожалению, из принципа Дейла есть исключение. Ученые не были бы учеными, если бы они сдались бы в этот момент и сказали, что ничего не работает. Нет, давайте уточнять принцип Дейла дальше. Одна активная зона один медиатор. Что такое активная зона? Помните, я говорил, что антроградным транспортом мы доводим визикулы до претинаптической мембраны, и там они накапливаются и ждут прихода потенциала действия. Вот активная зона – это место таких накапливаний. На каждую акциональную терминаль приходится 3-4 активных зоны. 3-4 небольших места, где визикулы прижимаются к претинапсу и ждут потенциала действия. Но вот в одной такой группе визикул это точно один медиатор? Ну, вы уже догадываетесь, что нет, не точно. Это уже лучше, чем было, но из-за этого правила, разумеется, есть исключение. Хорошо. Ну что, в одной визикуле-то, она из аппарата Гольджа идет, да, там, наверное, уж в одной визикуле-то один медиатор. Вот это было бы логично. Но это биология. В биологии не бывает правил без исключения. Поэтому обычно это так, но есть, разумеется, нюансы. Конечно, находятся визикулы, внутри которых будет несколько нейромедиаторов. Продолжаем уточнять. Ладно, с аксоном не получилось. Ну вот на этот один или несколько иногда медиаторов выделили синаптическую щель. Но на постсинаптической мембране, на дендрите есть рецепторы. Уж каждый рецептор-то, он специфичен к своему медиатору. Помните, там всякий такой принцип ключ-замок, бла-бла-бла. Один рецептор, селективный, избирательный, узнает один медиатор. Ну, это-то не может быть неверно. Конечно, разумеется, и тут тоже будут исключения. И тут уже как бы нейробиологи плачут, а вы должны возмущаться. Зачем я вам рассказываю про этот принцип, если он не работает примерно ни на каком этапе? Все дело в том, что в биологии правда не бывает правил без исключения. Но это не значит, что эти правила не нужно выводить. Примерно в 60% случаев один нейрон правда умеет выделять только один тип нейромедиатора. Ну, дальше есть много исключений, 40%, но все-таки это меньше половины. Из этих 40% в 60 случаях из 100 один синапс, один медиатор. Но дальше есть 40 из 40 исключений. И так далее, вниз-вниз-вниз-вниз-вниз-вниз. Так что на самом деле, глядя на любую нейронную цепочку, имеет смысл каждый раз предполагать верность сильной версии принципа Дейла. А дальше постепенно, если вы видите, что что-то не работает, только тогда постепенно тут снижаться, постепенно тут спускаться на строчку ниже. Так что на самом деле, принцип Дейла, хоть из массы исключений оговорок, но работает, и мы с вами будем нагло дальше, конечно же, обязательно пользоваться. Мы с вами уже пользовались, просто не называя это так, но и дальше мы с вами, конечно, этим тоже будем пользоваться. Так что Дейл молодец, и не зря он получает Нобелевскую премию по физиологии и медицине, собственно, за открытие всех этих самых прекрасных нервных систем. Дейл молодец, погладим его по головке. И нас заодно тоже, надо сказать, надо погладить по головке, потому что мы с вами прожили уже целых пол лекции, посвященных нейроцитологии. Я анонсировал, что эта лекция будет как-то посвящена памяти того, как клетки запоминают, и пока ни слова про это не сказал. Но начну я таки рассказывать, как все вот эти вот проводящие пути связаны с памятью клеточной после перерыва. Пока у моих школьников перемена, я попрошу вас, прекрасных людей, которые готовы ботать нейроцитологию, заходя на YouTube, поставить лайки этому видео, чтобы как можно больше людей узнали о существовании этих лекций и тоже смогли выучить много классной, новой, важной информации. Написать комментарий под этим видео, если у вас есть какой-то вопрос, или вы, если просто хотите сделать мне приятное, возбудить мои нейрончики разными приятными медиаторами, покапать на них дофамином и всякое такое. Ну и, конечно, поделиться это и другими моими лекциями со своими друзьями. Спасибо огромное, что интересуетесь нейробиологией, я очень-очень этому рад. А еще можно открыть описание к этому видео и перейти там по ссылке в мой телеграм-канал, который называется «Мозг ведет» и подписаться на него. Там я рассказываю всякие нейробиологические истории гораздо чаще, чем на YouTube. Подписывайтесь и учитесь с интересом. Итак, мы с вами остановились на том, что да, из правил Дейла есть много исключений, но тем не менее классная штука, пользуемся. Но даже самая подробная, самая нижняя ступень всех возможных исключений связана уже не с первым нейроном в цепотике, а со вторым нейроном, с рецепторами, которые есть на дендритах, которые действительно, как правило, могут принимать только один тип рецептора, но иногда, конечно, только один тип медиатор, но иногда из-за этого тоже могут быть исключения. Давайте на эти рецепторы внимательно посмотрим. И тут будем держать в голове одну очень важную мысль. Дело в том, что рецепторы в нашей нервной системе бывают двух типов. Бывают рецепторы к медиаторам, а бывают рецепторы к гормонам. Скажите мне, в чем вообще разница между медиаторами и гормонами? Юля, попробуй. Ну, нейромедиаторы, они действуют быстро и имеются непределительные действия. А гормоны действуют дольше, но потом эффекты кислите дольше. Да, абсолютно верно. Супер. Более того, медиаторы действуют точечно, быстро и точечно, отправляясь к конкретному адресату какой-то нервной клетки, к той, до которой дошел наш аксон. Гормоны, они выделяются в кровь, в кровеносное русло. И таким образом они распространяются сразу по всему организму, по всем системам органов. И таким образом могут влиять потенциально на большое количество мишеней. И ты права, это происходит долго, медленно, с отложенным частым эффектом. Вот такая абсолютно правильная история. Класс. На самом деле, не важно, о чем мы говорим дальше. О нейромедиаторах или о гормонах. И те, и другие типы рецепторов делятся еще на две категории. На ионотропные и метаботропные. Ионотропные это те рецепторы, внутри которых открывается тропа для ионов. Один белок является одновременно и уловителем медиаторов, и в нем же под воздействием этих медиаторов открываются ионные каналы. И какие-нибудь те же самые натрии заходят в клетку и организуют там радостные потенциальные действия. Главная фишка такого типа рецепторов это скорость. Поймали медиатор, сразу запустили в клетку ионы. Очень удобно, моментально все работает. Но бывают метаботропные рецепторы, которые открывают тропу не для ионов, а для метаболизма, для клеточного обмена веществ, для изменения активности в клетке. Сразу вам скажу, что в той нейробиологии памяти, которую мы с вами начинали обсуждать, и я надеюсь, минут через 10 положим, а именно метаботропные рецепторы будут играть ключевую роль. Именно они нам будут интересны сегодня больше, чем что бы то ни было еще. Основной принцип их работы примерно такой. Вот есть рецептор, и никакого ионного канала внутри. Мы просто улавливаем медиатор, а дальше запускаем каскад клеточных реакций. Ну то есть кого-то пинаем. Рецептор поймал медиатор, изменил свою форму, пнул какой-то клеточный белок. Он пнул еще какой-то клеточный белок, он еще какой-то. И так далее, и так далее, и так далее, только где-то в конце этой цепочки будет ионный канал. А может и вообще не будет такой-то вот бывает. Вот такая получается схемка. Это гораздо медленнее с одной стороны. Но с другой стороны, чем медленнее процесс, тем он более контролируемый. Если с ионнотропным рецептом уже связался медиатор, то все, как бы он уже открылся. И никак на это не повлиять. А если цепочка передачи информации состоит из большого количества метаболистических ступенек, то мы можем повлиять на этот процесс, усилив его или ослабив его или заблокировав его на каждом этапе. Чаще всего, конечно, происходит усиление в том смысле, что один метаболитропный рецептор пинает не один вторичный мессенджер, а 10 вторичных мессенджеров. А 10 вторичных мессенджеров каждый пинает по 10 третичных мессенджеров. И таким образом влияние разрастается и усиливается. Но бывает и не так. Бывают, конечно, какие-то более тонкие настройки, с ослаблением, с тонкой регуляцией и так далее. Вот такая вот принципиальная разница. И снова, неважно, о чем мы говорим, о нейромедиаторах, о гормонах, о ионотропных или метаботропных рецептах. Оба из этих самых категорий можно поделить на возбуждающие рецепты и тормозные рецепты. На те, под влиянием которых, под влиянием активности которых, клетка будет возбуждаться или клетка будет тормозиться. Это выглядит с точки зрения наших клеточных потенциалов довольно простым образом. Бывают возбуждающие постсинаптические потенциалы. Это когда медиатор связался с возбуждающим рецептором и в клетку входит натрий. Все, как мы привыкли. Но бывает более прикольная штука. Бывает возбуждающий постсинаптический потенциал выглядит вот таким вот образом. Вот такая вот штука. При этом, на самом деле, обратите внимание, что этот график, он на самом деле может быть любого размера. Он может быть и вот таким, он может быть и вот таким. Чем больше медиатора выделилось, чем больше количество рецепторов активировалось, тем больше натрия в клетку зашло. Но кроме возбуждающих рецепторов бывают тормозные, которые вызывают соответственно тормозный постсинаптический потенциал. Он тоже может быть побольше, может быть поменьше. Это вот такое движение вниз. Это связано с тем, что в клетку заходит флор, например, ну или с тем, что из клетки выпускается калий. Не важно, что из этого. Важно, что заряд в итоге понижается. И это ответственно торможение клетки. Ей теперь будет сложнее отреагировать на следующий потенциал действия. Она заранее притормозит свою работу. Но что если мы посмотрим на реальные нервные клетки? Вот вам узнаете ли вы эту клетку, скажите мне? Самая потрясающая клетка нашего мозга. У меня даже имя есть. Псевдуниполярная? Нет, нет, нет. А себе псевдуниполярная. Нет, нет, нет. Смотри. Вот это тело нейрона. Вот это тело. Вот это аксон. А вот это вот охренеть что такое? Это гигантское дендритное дерево. Такое дендритное дерево, что вот каждая зеленая точечка это синапс представляете сколько тут синапсов? Их тут несколько миллионов. Но это надо сказать клетка рекордсмен. Она называется клетка Пуркинье и это главная клетка нашего мужичка. Ну она там не одна, там конечно много этих самых клеток Пуркинье, но они прям большие, прям действительно гигантские. Такого конечно это прям исключение, чтобы несколько миллионов было синапсов. у среднего нейрона примерно 1200 синапсов. Что-таки поменьше, не такое количество вот этих невероятных разрастаний. Но тем не менее. Так вот, у реальной нервной клетки какие-то из этих синапсов, какие-то из этих зеленых точек будут возбуждающие, а какие-то будут тормозные. И таким образом на самом деле в реальности внутри нервной клетки происходит суммирование всех возбуждающих входов в нее и всех тормозных. И реальные графики подтормаживаем. И это подтормаживание не дает возбуждающему постсинаптическому потенциалу стать большим. И на самом деле задача любой нервной клетки, в том числе клетки Пуркуньей или какой-нибудь нормальной клетки, это суммировать все эти возбуждающие тормозные входы друг с другом. Происходит это, если нарисовать этот процесс на графике довольно простым образом. Вот есть потенциал покоя. Минус 70 милливольт. Вот мы возбудили какой-нибудь один возбуждающий рецептор. Через него вошел натрий. Возник возбуждающий постсинаптический потенциал. А можно дальше продолжить суммировать эти сигналы во времени. Ну, то есть пнуть этот же самый дендрит еще разочек. Прямо снова туда отправить сигнал. Прямо в тот же самый дендрит. Очень удобно. Тогда будет получаться примерно следующая картинка. Вот такая. Вот пнули уже два раза. Хорошо. Но недостаточно. Потенциала действия на аксоне пока не возникает. Давайте пнем еще разочек. И вот тогда, если на аксоне возникнет пороговый потенциал, тогда возникнет потенциал действия примерно такой, какой мы с вами рисовали. Ну, разумеется, суммировать сигналы можно не только во времени, долбая каждый раз сигнал в одну и ту же точку, в один и тот же рецептор. Суммацию можно проводить в пространстве, когда вы несколько возбуждающих сигналов посылаете на разные дендриты. Тогда график получится примерно такой же, но просто суммировать мы будем в пространстве. Для того, чтобы этого пространства для суммации было больше, для того, чтобы увеличить площадь поверхности дендритного дерева, на дендритах существенного количества наших нервных клеток вырастают такие специальные шипики. Это выглядит примерно следующим образом. Вот у нас дендрит, и вот на нем есть дендритные шипики, которые нужны для влечения площади поверхности. Каждый такой шипик будет образовывать один синапс. Но обратите внимание, рецепторы, находящиеся на этих шипиках, тут покрашены на этой иллюстрации в два цвета. Есть красненькие, а есть синенькие. Кто-то из них возбуждающие, кто-то из них тормозные. Как вы думаете, кто возбуждающий, красный или синенький? Какой вы снова одновременно сказали? Давайте на этот раз Саша попробуйте. Нет, я просто не вижу синий. Синий вот, например, вот синий. Вот синий. Синий на теле дендрита, а красный на шипиках. Юля? Мне кажется, красный – это возбуждающий, потому что я не знаю, их больше. А, о, какая логика неинтересная. Но ты права, на самом деле. Нет, молодец, молодец. Ты интуитивно почувствовал важную штуку. Действительно, красный – возбуждающий, синий – тормозный. Дело здесь не в количестве, а в важности. Как вы думаете, какие рецепторы важнее? Те, которые на шипиках или те, которые на дендрите? На дендрите. На дендрите важнее, потому что ближе к аксону. Значит, их влияние будет сильнее. От них путь до аксона, где запускается потенциал действия. Короче. А тормозный, конечно, важнее возбуждающий. Да, просто потому, что остановить сигнал максимально быстро, это супер важная история. Запустить сигнал, большому ума не надо, а вот вовремя его прервать, так, чтобы я размахивая тут руками не разбила, кто не сшипнул, бук и всякое такое. Да? Вот это по-настоящему важная задача. Запустить сигнал, ну, ничего страшного, а вот вовремя остановиться, если вы какой-нибудь примат, прыгающий по деревьям, вовремя как бы остановить свою беготню по дереву, чтобы не улететь куда-нибудь вниз, это супер важная история. Тормозный рецептор всегда ближе к аксону, ближе к аксонному холмику, точке выхода аксона из тела нейрона. Таким образом, на самом деле, работа нейрона в итоге получается довольно сложной. Мы с вами за предыдущую лекцию и за эту лекцию выяснили довольно много ключевых принципов, на которых основана работа любой нервной клетки. Ну, во-первых, то, что на постсинаптических потенциалах, на постсинаптических мембранах бывают возбуждающие эффекты, а бывают тормозные эффекты. Рецепторы бывают возбуждающие, бывают тормозные. И столько, сколько медиаторов с ними свяжется, такой и будет реакция дендрита. Много, много, мало, мало. Это то, что называется градуальность, постсинаптических потенциалов. После того, как мы эти потенциалы создали в дендритах, они распространяются по дендритам и телу нейрона, и на аксонном холмике происходит суммация во времени и в пространстве, еще и с учетом того, это был ВПСП или ППСП, возбуждающий или тормозный сигнал, и с учетом веса сигнала, чем ближе к началу аксона, тем сигнал важнее. И дальше, уже исходя из этой суммации, из этого усреднения, на аксонном холмике возникает потенциал действия. И вот он абсолютно неградуальный. Он действует по принципу все или ничего. Достигнут пороговый потенциал, значит, есть вот этот наш график. Не достигнут, значит, нет графика. График не бывает большим, не бывает маленьким. Он всегда одинакового размера, все или ничего. Но как же тогда, скажите мне, если потенциал действия каждый раз обладает одинаковой амбитудой, как же мы тогда можем варьировать силу сигнала, который нейрон будет передавать дальше? Периодичность. Да, абсолютно верно. Частота. Периодичность, чистота, как угодно. Важно количество потенциалов действия, которое у нас пойдет в секунду. И вот это будет то, чем замеряется сила сигнала. Если у нас было слишком много тормозных постсинаптических потенциалов, но потенциал действия все-таки возник, то просто он возник в качестве такого единичного разряда. Ну или в качестве там пяти разрядов за секунду. А если у нас было очень много тонны ВПСП, тогда у нас будет сотня этих самых потенциалов действия за секунду проходить. Вот в этом и есть разница в силе сигнала. Ну и финальный принцип. Мы с ним с вами сталкиваемся, когда сигнал доходит до кончика аксона и начинает превращаться в выделение медиатора. Тут работает принцип Дейла. Как правило, один нейрон, один медиатор с той лавиной и исключений, которые мы с вами до этого обсуждали. Теперь мы с вами, вооружившись несколько углубленными знаниями о нейроцитологии по сравнению с тем, что вам должны были рассказывать в том году, давайте попытаемся подсоединить эту историю, связанную с работой нервной клетки, к тому, с чего мы с вами начинали этот модуль, который, вообще-то, напомню, посвящен не цитологии, а посвящен памяти. И кратко вспомним, что там должно происходить внутри наших нервных клеток для того, чтобы мы хоть что-то могли уже наконец-то заботать. Я напомню, что изучение нейробиологии памяти начиналось с аплезии. У нас такого прекрасного моллюска, которого Эрик Кендл разбирал буквально по нервным клеточкам и выяснил, что для того, чтобы возникал самый простой тип памяти, сенсибилизация, то есть усиление реакции в условиях опасности и хранение этого усиления во времени нам нужно буквально три нейрона. Сенсорный нейрон, идущий от сифона, моторный нейрон, втягивающий жабру, идущий к мышце, втягивающий жабру. Это основная поведенческая цепь. А есть модуляторная поведенческая цепь, которая идет от хвоста. И в ней тоже два нейрона. Сенсорный нейрон и вставочный нейрон. Вставочный нейрон выделяет серотонин. И выделяет он его одновременно на чувствительный нейрон, на тело чувствительного нейрона, и на аксон чувствительного нейрона. И мы с вами на предпредыдущей лекции, на первой лекции модуля, обсуждали, почему это важно. Именно в этом и основана фишка памяти. Что будет, если ударить молоточком аплизию по хвосту? У нее сработает вот эта боковая цепь. Этот нейрон тоже довольно сильно сработает в итоге. Выделить сюда медиатор, жабра сильно втянется. Но после этого, даже если мы подуем на сифон легонечко-легонечко, аплизия будет помнить, что этот бородатый дядька бьет нас по хвосту. Ну, про бородатого дядька она помнить не будет, но тревожное свое состояние помнить будет. И поэтому она втянет жабры так, как будто бы ей не на сифон подули, а хвост откусили. И это связано с теми процессами, которые будут происходить вот в этом синапсе, который я тут нарисовал более подробно. Ну, не я, а Эрик Кэндл в своих статьях, естественно. Да, нарисовал более подробно. Напомню, какой тут происходит с вами процесс. Этот слайд, он с вами уже был, я его просто вам напоминаю, чтобы вы вспомнили спустя две лекции, о чем мы разговаривали. Итак, серотонин выделяется из вот этой вот акциональной терминали модуляторной цепи. Вот капает сюда серотонин на рецептор. Этот рецептор, это, мы теперь уже знаем это умное слово, метаботропный рецепт. Он не запускает ионы в клетку. Он запускает каскад клеточных реакций, запускает метаболизм. В роли вторичного мессенджера выступает вот этот вот прекрасный комплекс, который называется G-белок. Метаботропный рецептор к серотонину пинает G-белок. G-белок возбуждается и пинает третичный мессенджер. В роли третичного мессенджера тут будет выступать аденилат циклаза. Такая большая белковая блямба, большой белковый фермент, который ловит АТФ-ку, клеточную валюту энергетическую, отщепляет у нее два фосфата и закручивает в бараний рог. Получается циклический аденозин монофосфат. Это такая очень важная молекула, вы ее тоже, надеюсь, в прошлом году проходили. Это молекула, которая регулирует всякие тонкие клеточные процессы в довольно большом количестве. И это как бы мессенджер уже следующего порядка. Уже какой-то очередной там мессенджер. Этот циклический аденозин монофосфат пинает протеин киназу А, а протеин киназа А пинает калевый канал. Точнее, она выключает калевый канал. И вот это и есть память. Смотрите, почему. Представьте себе, что вот это была реакция на удар по хвосту. А теперь давайте я подую на сифон легонечко, так, чтобы нормальная аплезия никогда в жизни ничего не испугалась. Но что произойдет в этот момент с нашей аплезией? Вот к ней приходит от сифона слабенький, вяленький потенциал действия. Едва-едва приходит. По идее, мы должны выделить не вот такую тонну медиаторов, а как бы едва-едва, а там чуть-чуть какую-нибудь одну визикулу самую дохленькую слить. Но происходит массовое выделение глутамата на мотонейрон. Почему так? Как это связано с закрытием калевых каналов? Теперь вы должны знать ответ на этот вопрос. Мы с вами ради не вовсе нейроцитологию проходили. Кто готов на это ответить? Ну, калий не выходит из клетки. Значит, потенциал растет. Абсолютно верно. Как потенциал действия вообще-то работает? Да? Есть натриевая деполяризация и калевая реполяризация. А тут мы закрыли калевые каналы. Никакой реполяризации не происходит. Мы все время на верхушке. Ну, не все время. Там, конечно, натрия-калевый насос в какой-нибудь момент справится и калевые каналы утечки в какой-нибудь момент справятся. Но это будет очень нескоро. Это будет через десятки минут. Это будет черт знает когда. Мы все время держимся на вершинке потенциала действия. Поэтому медиатор вываливается тоннами. Вот она, кратковременная память. Круто? Класс. Очень рад. Аблизия не очень рада. Но зато мы с вами поняли, как эта память работает. Здорово. А теперь давайте перейдем из кратковременной памяти в долговременную. Пытаемся сделать так, чтобы эта аблизия запомнила что-то не на вот эти вот 10 минут, пока мы все-таки возвращаем заряд в норму и без калевых каналов. А надолго, по-настоящему надолго. Как сделать так, чтобы Аблизия на всю жизнь запомнила бородатые лицов Кэндала и убегала от него постоянно? На самом деле, эта история начинается тоже с протеинки на АЗА. Вот у нас есть протеинки на АЗА, которые мы получили после многократного повторения ударов по хвосту. У нас много протеинки на АЗА. Если ударить по хвосту один раз, протеинки на АЗА будет малоактивной. И мы просто закроем калевые каналы. Но если ударить по хвосту много раз, активной протеинки на АЗА станет очень много. Так много, что она заполнит собой весь аксон и дойдет до ядра. И запустит активацию генов, конечно же. Сделает она это с помощью пинания двух белочков. С помощью пинания белочка КРЕП-1 и с помощью пинания белочка МЭП-КИНАЗА. КРЕП-1 это такой белочек, который, собственно, внутри ядра активирует синтез генов, отвечающих за память. Ну, не синтез, а считывание информации из генов, отвечающих за память. КРЕП-2 это белочек с противоположной функцией. Он, по идее, должен блокировать считывание информации о памяти. Но у нас есть МЭП-КИНАЗА, который блокирует КРЕП-2. КРЕП-1 инактивирует память, а МЭП-КИНАЗА не дает ее инактивировать. Очень удобно. Таким образом, мы просинтезируем кучу-кучу-кучу-кучу молекул РНК. Таким образом, мы с вами произведем транскрипцию, и у нас получится много молекул РНК, много рецептов, несущих в себе информацию о том, как превращать кратковременную память в долговременную память. Что будет дальше происходить с этими самыми рецепторами? Эти самые рецепторы. Вот нам ЭП-КИНАЗА, который блокирует КРЕП-2, тут тоже на схеме. Нас сейчас интересует вот эта веточка. Эти молекулы РНК, они спустятся вниз, с них просинтезируются новые белочки, и это приведет к тому, что у нас вырастет новый синапс. Теперь между этими двумя нейронами будет не один синапс, а два. Вот это и есть долговременная память. Кратковременная память это просто задержка в активности нейрона, а долговременная память это разрастание синапсов. Вот такая получается история. И тут мы с вами на позапрошлой лекции тоже сталкивались с одной большой проблемой. Мы с вами сталкивались с тем, что вообще, так говоря, любые белочки, они не вечны. Белочки, средний белочек в нашей клетке живет 3-4 часа. Это значит, что вот эти все разрастающиеся синапсы, они рано или поздно погибнут. Более того, это не единственная проблема, с которой мы с вами столкнулись. Еще более важная проблема завязана на том, что, а что если аксон у клетки ветвится? Что если у нас аксон на кончике разветвился, один пошел направо, другой пошел налево? Как быть в этой ситуации тогда? Вот посмотрите, вот есть реальная фотография реального нейрона. Вот у вас есть сенсорный нейрон этой самой апплизии. Но мы смотрим на него сверху, и поэтому мы не видим тут особенных дендритов, мы не видим основного аксона, а мы видим только два вот эти разветвления кончика аксона. Один идет к одному мотонейрону, а другой идет к другому мотонейрону. Капали серотонином, мы вот сюда, на мотонейрон слева. Значит, именно здесь должна возникнуть долговременная память. Если РНК синтезируется в ядре, значит, РНК дальше будет распространяться по всей клетке. У нас будет возникать локальная трансляция белка. Но почему она возникает вот здесь, куда мы капали серотонином, и не возникает вот здесь? Как мы это с вами объясняли на позапрошлой лекции? Дело тут в белочке КПЕБе. Белочек КПЕБ это совершенно чудесный белочек, который есть везде, он есть здесь и есть здесь, но он существует в двух формах. Бывает ленивая форма, рецессивная форма КПЕБа, это КПЕБ, который лежит на диванчике и ничего не ботает. Ленивый КПЕБ, давайте его буковкой Р обозначу, рецессивный КПЕБ, он находится вот здесь. Но если на КПЕБ понакапать серотонином, если его пнуть джи белками и всякими прочими протеинокиназами, как это произошло здесь, то тут КПЕБ станет доминантной формой. Именно доминантная форма КПЕБа разрешит нам синтезировать новые белочки для того, чтобы вот тут вот вырос новый синапс. Вот так. Контакт? Вспомнили эту схемку? Здорово. Судя по глазам, кажется, вы ее только что осознали впервые. Ну окей, это главное. Главное, что осознали. В более простом варианте, я вам объяснял на позапрошлой лекции, пожалуйста, пересмотрите видео, в самом конце мы с вами об этом говорили в немножко упрощенном варианте. А теперь мы все дело немножечко усложнили в связи с новыми знаниями, которые мы с вами на нейроцетях получили. Окей, как понять, где мы должны возрастаться, а где не должны, мы с вами поняли, КПЕБ. Но по-прежнему перед нами остается гигантская проблема, связанная с тем, а как, собственно, сохранить белочки. Я напоминаю, что белочки умирают, а это означает, что вот этот новый разросшийся синапс, он развалится через несколько часов. И вот этот чувак знает ответ на то, каким образом эти белочки можно сохранить во времени. Не пугайтесь, это не ученый, к сожалению. А это совершенно чудесный представитель семейства, не семейства, в общем, семейства, это я куда-то в биологию пошел, не в ту сторону. Племени, да? Племени Форек. Совершенно чудесного племени, у которого есть традиция ритуального каннибализма. Мозги поверженных, врагов, вот это вот все. Их надо кушать для того, чтобы принимать их там в какие-нибудь благородные качества. Разумеется, это не помогает, но они об этом не знают, потому что не ходили на уроки биологии в школу. Но помогло это ученым, которые на примере мозгов именно этого самого племени выяснили, каким образом работает наша с вами память. Штука тут на самом деле гораздо более стремная, чем кажется на первый взгляд, глядя на этого пекасного красавца. Дело в том, что это племя вымирает из-за того, что они страдают от болезни Куру. Съел мозги поверженного врага. И если этот враг тоже болел этой болезнью, то у тебя возникло сначала тремор, потом судороги, а потом, в общем, ты вполне себе умрешь. Вот такая неприятная штука. Это связано с тем, что вот этот загадочный патоген, вот этот загадочный прион, ты съешь из мозга зараженного им человека. Но не обязательно совершенно жрать чужие мозги для того, чтобы этой болезнью заболеть. Дело в том, что в европейских семьях изредка такая история тоже случается. Она называется фатальная семейная бессонница. И связана она не с тем, что ты съел патоген из чужих мозгов, а связана с тем, что этот патоген самозародился в твоих мозгах из-за мутации. Как так патоген может зародиться в мозгах из-за мутации? Все дело в том, что прионы это не вирусы, это не бактерии, это не какие-то животные паразиты. Прионы это просто белки. И в наших генах, в каждой нашей клетке есть инструкция по синтезу этих белков. Но эти белки бывают обычные, а бывают мутантные. И вот мутантная форма этих белков, та, которая считывается с немножко промутировавших генов, она и приводит к фатальной семейной бессоннице. Семейной, потому что эти гены будут передаваться детям, а значит, у детей это самая фатальная семейная бессонница, очень напоминающая болезнь тоже случится. Начнется все там с панических атак, потом это перейдет в неспособность спать, в неспособность реагировать и в конечном счете в общем носитель семейной бессонницы в довольно раннем возрасте неизбежно помрет. Но что это с белки такие? И каким образом небольшие мутации в этих белках приводят к болезни? А главное, каким образом съев этот мутантный белок у больного человека, ты можешь сам им заболеть? Ты же просто съел белок, он же как бы на твои гены повлиять не может. Почему все твои белки тоже от этого становятся мутантами? Вот в этом-то вся и фишка. Итак, вот на этой картинке вы можете видеть собственно вторичную структуру двух версий прионных белков, нормальной и патогенной. А нормальная конфигурация, она изображена вот тут слева. Это альфа-прионы. Они состоят из таких вот спиралек. Снова вспоминать цитологию в прошлом году. Вторичная структура бывает состоящая из альфа-спиралей, а бывает состоящая из бета-листов, из бета-слоев. Вот альфа-спирали это нормальная конфигурация деприона. Но бывает патологическая конфигурация, вот такая, в которой кроме альфа-спирали есть еще и бета-слои. И вот это очень неприятная штука. Такая конфигурация может возникнуть, если у вас есть мутация, причем конфигурации, который приводит к разным вот этим самым вариантам бета-прионов. Таким образом, у разных семейств, фатальной семейной бессонницей, у разных племен, там могут быть немножечко разные патологические формы этих самых бета-штук. Там сделает довольно большое широкое разнообразие. Ну окей, а как заболеть-то? Понятно, что если у тебя есть ген вот этого неправильного приона, то ну как бы все. у тебя ген бета-формы и понятно, что это не рабочая версия белка и твой мозг умирает. Тут все понятно. Но в чем тут племя Форен? У него никаких мутаций нету. Мутация может быть у кого-то и была давным-давно самая первая, но как бы ты не был носителем мутаций, ты просто съел чьи-то мозги. Если в этих мозгах была неправильная форма, ты заболел. Вот это умеют размножаться. Если эти белки прионы размножаться сами по себе без какой бы то ни было внешней помощи. Как это вообще? Да, это натуральные белки, которые без рибосол умеют размножаться, умеют делать похожие на себя формы. Устроено это следующим прекрасным образом. Вот смотрите. Вот есть наши шарики прионов. Эти глобулы умеют собираться в фибриллы, умеют собираться вот в такие вот спиральки. И в этом основная идея заключается. Растущая спиралька ловит из цитоплазмы прионы и встраивает их в себя. Вот таким вот образом. Спиралька растет, время от времени разваливается, снова растет, снова разваливается и так далее. Важно то, каким образом происходит этот самый рост. Такие спиральки формируются из бета-прионов. Но встраиваться в них могут не только бета-прионы. Если спиралька поймает из цитоплазмы альфа прион, она его расфигачит в бета-прион и встроит в себя. Сам процесс встраивания приона в спиральку, в фибриллу, приведет к изменению его конфигурации. Даже если это не мутантный прион, а нормальный, его так перекорежат, что он примет бета-конфигурацию. И таким образом, из-за постоянного заражения альфа-прионов и превращения их в бета-прионы, количество альфа-прионов в здоровых редках уменьшается, а бета-прионов растет. И это приводит, на самом деле, к тому, что действительно мозг отмирает, и вот мозг становится действительно вот таким напоминающим губку. Вот эти вот белые пятна, это отмершие нейроны в мозгу коровы, у которых тоже вполне себе встречается эта самая прионная болезнь. Вот такая вот история. Но при чем тут наша память и прионные белки? Дело в том, что прионы это довольно узкое семейство белков. Такое небольшое семейство белков родственных друг к другу. Но бывают белки, не относящиеся к семейству прионов, но обладающие прионными функциями, прионными свойствами. То есть такие белки, у которых тоже есть две конфигурации, которые тоже умеют встраиваться в спиральку и таким образом размножаться. Эти белки не патогенные, они не относятся к прионным белкам, но работают они на том же самом принципе. И КПЕП как раз таки такой белок, не прион, но белок умеющий размножаться так же, как это делают прионы. Таким образом КПЕП оказываются совершенно грандиозные молекулы. С одной стороны он умеет активировать РНК. Вот когда у нас каскад из белочков метаболизма дошел до ядра, там происходит синтез РНК, РНК распределяется по всем акциональным разветвлениям и направо уходит и налево, но КПЕП активный КПЕП он присутствует только вот здесь вот слева, потому что именно сюда мы капали серотонином. Серотонин переводит КПЕП из рецессивной формы в доминантную. Вот вам две эти самые формы КПЕБа. Альфа-КПЕП он рецессивный, а бета-КПЕП в который мы его перекручиваем из-за изменения метаболизма это доминантная форма. Эта доминантная форма КПЕБа совершенно замечательно садится на РНК, активирует рибосонки и поэтому синапс слева разрастается, а справа не разрастается. Но еще КПЕП это белок, который умеет поддерживать память, потому что он обладает приемными свойствами. КПЕП совершенно грандиозная молекула тем, что он тоже собирается в эти самые фибрилы и заражает соседние КПЕБы. Если однажды в этом синапсе КПЕП перешел в доминантную форму, то эта доминантная форма не пропадет. Сам наш активный КПЕП помрет через несколько часов, но за это время он успеет заразить соседние КПЕБы, и они тоже станут доминантами, они тоже станут бета-КПЕБами, они тоже умрут через несколько часов, но успеют заразить всех остальных. И таким образом в этом синапсе, в этой акциональной терминале всегда на всю жизнь этой бедной несчастной апплизии сохранится популяция из активных КПЕБов. И новые РНК, спускающие туда, постоянно будут активированы именно в этом синапсе, и постоянно будут возобновлять вот эти умершие белки для того, чтобы новые и старые синапсы, они все время поддерживались и сохранялись уже на всю жизнь. Вот такая история. Контакт? Класс! Очень круто! Ну и тогда давайте подведем итоги тому, что мы с вами заботали за последние три лекции и попытаемся понять, как, собственно, вы ботаете в рамках этого курса информацию. Резюмируем все в один слайд. Сделаем мы это с помощью вот этого мужика. Зовут его Хепп. И придумал он целое правило Хеппа, которое объясняет, каким образом вы ботаете с помощью памяти, построенной на нейроцитологии, которую мы с вами уже вторую лекцию обсуждаем. Итак, если аксон клетки А находится достаточно близко, чтобы возбуждать клетку Б, ну то есть он передает сигналы, которые должны заполниться, как это примерно происходило в атлезии, и неоднократно или постоянно принимает собственно участие в ее возбуждении, плюется на нее, то есть медиатором, то будет возникать память, которая будет устроена следующим объемом. Наблюдается некоторый процесс роста. Аксоны разрастаются. Была одна аксональная терминаль, она вырастила у себя вторую аксональную терминаль. Это кратковременная память или долговременная? Ну что, вы скажите что-нибудь. Если рост, если аксона разрастается. Долговременная. Да, класс, спасибо, долговременная. Действительно, это долговременная память. И вот происходит либо некоторый процесс роста, либо некоторый процесс метаболических изменений. Помните, закрытие калевого канала, всякое такое. Это кратковременная память. Вот есть два варианта, как это можно осуществить. Процесс роста кратковременная, метаболические изменения кратковременные. И эти два процесса, какой-то из них, будут происходить в одной или в обеих клетках. К данному моменту мы с вами разобрали вот эту первую историю, когда эти изменения происходят в одной клетке, только в той клетке, которая сообщает информацию в клетке учителя, в аксоне. Но бывает, и надо сказать, у нас с вами, у позвоночных животных, бывает очень часто, что процесс изменения происходит и в дендритах тоже. И вот этот процесс изменения в аксонах и довольно часто еще и в дендритах приведет к увеличению эффективности А как одной из клеток, возбуждающих В. В случае с изменениями аксонов так произойдет, потому что мы больше медиатора выделяем. А в случае с изменениями дендрит в дендритах это произойдет, потому что у нас больше рецепторов к этим самым медиаторам. И такая память тоже существует. Но каким образом учатся не аксоны, а дендриты? Каким образом дендриты увеличивают количество рецепторов по медиатуру? Каким образом дендриты начинают прислушиваться к важной информации, которую наш мозг пытается запомнить? Это мы с вами обсудим уже на следующем занятии. А на сегодня все. Спасибо вам огромное. Очень рад был с вами позаниматься. Ботайте, следуйте правилу Хебба, и все у вас будет хорошо. И классно напишите следующую веточку, которая, кажется, с вами будет не в понедельник, а в субботу, если я правильно понимаю наше расписание. Класс. Ну все, тогда всем пока. Увидимся. Спасибо огромное.